Итак, доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро, дорогие друзья! Мы продолжаем изучать Мишлей, притчи царя Саамона. И сегодня из города Цфат проходит урок. В городе Цфат проходит урок Мишлей. Максим Перенчук, шалом! Дерни Нивня, шалом! У нас уже постоянные ученики Шлома Меллаха. Мы изучаем Яков Шатанин. То есть мы можем себя назвать все учениками Шлома Меллаха, царя Саамона. И значит, с Божьей помощью, не-не, сядьте сюда просто, чтобы вы съели кое. Да, мы все изучаем мудрость царя Саамона, великого царя сына царя Давида. И он получил от царя Давида, а мы получаем от царя Саамона с помощью такого великого мудреца, как Малбим. Малбим это комментатор, комментатор всей Торы. И вот он написал комментарий на Мишле, а мы изучаем его комментарии. Минахим Крашунский у нас есть, from Los Angeles. Шалом, Минахим. Наташа Блау, шалом, Лекулям. Рахель Цитсуашвили. Джене Мативасян. Ира Клеменок. Людмила Майборода. Всем привет. И у нас одновременно проходит еще урок в Инстаграме. В Инстаграме. Вдруг в Фейсбук что-то там плохо будет работать. Вы всегда можете подписаться на страницу, на страницу Вайкра, платформы Вайкра в Инстаграме. И там смотреть урок. Иногда Инстаграм работает лучше, чем Фейсбук. Иногда Фейсбук лучше, чем Инстаграм. Но в принципе это как два таких государства в виртуальном пространстве, в которых живут миллиард человек в каждом. И представьте миллиард, как Китай такой. И вот это люди живут в этих государствах в виртуальных. Да, каждый имеет свое такое виртуальное представительство. То есть мы живем в удивительном мире. То есть мы живем в таком переходном периоде, когда все больше и больше уходит в виртуальное пространство. Человек как бы остается в материальном мире, но вот все больше знания о нем. Представляете, я вот уверен, через буквально там год-два у каждого будет такой как чип. Будет чип обязательно. Неважно, он будет чип внутри человека или будет снаружи где-то, как паспорт биометрический. Но в этом чипе будет полностью, даже будут часы на руке. Вот я уверен, часы, вот Apple уже это делает, в которых будет все зашифровано про человека. И будет все время считываться его информация, температура, кровь, анализ крови и так далее. И будет идти в облако. Если человек, например, больной, его сразу и вытащили. Ну и так, то есть мир ждут какие-то невероятные изменения уже на наших глазах с Божьей помощью. И все это объясняется тем, что уже скоро мир подходит к следующему этапу. Мне когда-то понравилось, как один раввин, он объяснял, что вот духовный свет, свет мудрости, да, вот Тора это как божественный свет. И что такое божественный свет? Тебе все становится ясно, тебе все становится понятно. И вот Тора, за что я лично люблю, да, тебе все становится понятно, как устроено, как работает. И значит, когда придет Машиах, это будет огромный свет. В этот день написано, в этот день будет Бог и имя Бога одно. Что это значит? То есть будет восприятие Бога и то, как мы о нем думаем. Имя это то название, которое человек дает фактическим явлениям. То есть мы пользуемся словами, как именами, ярлыками. Мы говорим стол, но слово стол не значит стол. И слово Бог не значит Бог. То есть слово Бог это слово, а Бог это непостижимая реальность. Но в день, когда придет Машиах, то есть в следующую эпоху, имя и Бог станут одним целым. То есть восприятие реальности будет полным. И так как это время уже близко, то как бы вот если мы возьмем зал, в котором есть очень яркий свет. Вот яркий свет. И дверь пока закрыта, но из-под двери в щелочке маленькие уже этот свет, он чуть-чуть уже начинает пробиваться. Пробивается этот свет. И вот то же самое, все вот эти технологические открытия, то что сейчас происходит, это все как раз сейчас, вот этот свет Машиаха, который уже вот эта эпоха, она уже есть. Просто мы пока еще в нее не въехали. И вот сейчас на нас идет вот этот божественный свет. Теперь, а мы как раз к ней готовимся, к этой эпохе, мы ее даже приближаем. Изучаем Мишлей, притчи царя Соломона. Мы дошли до 17-го отрывка, и 17-й отрывок нас возвращает в реальность, которая была 4 тысячи лет назад реальностью. И последние 4 тысячи лет она не меняется, и сейчас она тоже остается. То есть есть вещи в природе человека, которые неизменяемые вообще. Что это за вещь? Люди ссорятся. Представьте, начиная с первого человека, Адам Решон, его два сына, сыновья, первого человека, которого создал Бог. И они, два этих сына, Каин и Эвель, они просто возненавидели, ну вернее Каин, он обиделся почему-то на Эвеля, и он убил Эвеля. Можете себе представить, просто конкретно он к нему пришел с претензией, и претензия его заключалась в том, что Бог принял жертву Эвеля и не принял жертву Каина. И Бог сказал Каину, а чего ты на Эвеля-то ошиба обижаешься, сделай лучше, и все будет хорошо. Каин сказал, сказал, что сказал, и убил Эвеля. Вот это природа людей от рождения, от сотворения мира. И прямо в Туре поэтому Бог сказал, что сердце человека злое от рождения. И только вот этот интеллект, духовный интеллект, заполненный Турой и заповедями, и пониманием, что такое добро, и заповедью возлюби ближнего как себя, только это может противостоять животной натуре человека. Теперь нам говорит царь Соломон, что нам делать? 17-й отрывок он нам говорит, исходя из этой реальности, это реальность, люди такие. Он говорит, цадик, а решен, бирево, уба-реу вэхакро. Значит, дословно переводится так, цадик решен, бирево. Цадик, он первый в его ссоре, и пришел ближний его, и расследует хакера, это как расследование слов его. Значит, объясняет нам Албим следующее, что вот приходит человек в суд и говорит, такой-то, такой-то, он так плохо поступил, так некрасиво поступил по отношению ко мне, он у меня должен мне деньги, он обещал, он сказал, и он не сделал. И он начинает высказывать свое видение ситуации. И тот, кто слушает, то, естественно, мы до этого учили, что каждый человек прямо в своих глазах, каждый человек в своих глазах выглядит праведником. И когда человек объясняет свою точку зрения, то тот, кто слушает судья, например, в суде, он говорит, да, ты прав. То есть, цадик это тот, кто прав, праведник, да, слова праведник, прав, цадик это справедливость. Значит, первый, кто высказывает свою точку зрения, он выглядит как праведник. Но пришел ближний его, пришел второй, с кем он судится, про кого он рассказывает, и начинается тут расследование, начинается расследование. Второй говорит, как так, когда я тебе обещал, ты мне сказал, что я тебе сделаю, я тебе сказал, что я тебе сделаю, я сказал, что безрата шем, с Божьей помощью я тебе сделаю. Или там, имерцешем, если Бог поможет, я тебе сделаю. Или, блин, это, без обеда я тебе сделаю. Я тебе не обещал, я намеревался тебе сделать, но я не обещал, ты меня неправильно понял. И начинается расследование, исследование, и здесь нам просто царь Самон дает первый закон. Люди с самого начала ссорились, ссорятся и будут ссориться друг с другом. Причины ссор бывают разные, но тот, кто первый приходит и первый высказывает свою позицию, он должен знать, что когда второй начнет говорить, ты никогда не знаешь, какие доводы, какие слова, какие доказательства. И какие методы он будет использовать. Поэтому второй отрывок, 18 отрывок, Малбим это сводит как вместе их, 18 отрывок звучит так. Значит, «Мидьяним яшбит агураль, убэн ацумим яфрит». Значит, суды, распри, вот эти вот, прекратит гораль, прекратит жеребий. В, и этот жеребий между ацумим, между сильными, он яфрит, он их разделит. Говорит нам царь Самон следующую вещь, что когда ты начинаешь ссориться с кем-то, ты должен знать, что твоя позиция, она справедливая только в твоих глазах. И твоя позиция, она сильная в твоих глазах, и ты можешь быть уверен в своей позиции абсолютно точно, как человек видит в чужих глазах, он видит царинку, а в своем бревно не замечает. Но ты никогда не знаешь, как будет действовать тот человек, который на второй стороне. Ведь Эвель же не знал, что его Каин убьет. Вообще у него даже понятия не было, что он принесет жертву Богу, и Богу понравится его жертва. И тут придет Каин, и ему скажет, что твои овцы ходят по моей земле. А была разделена тогда земля, то есть Каин был земледелец, ему принадлежала земля, а Эвелю принадлежали овцы. И Каин говорит, твои овцы ходят по моей земле. Это была его претензия к Каину, к Эвелю. Когда люди судятся, ты никогда не знаешь, на какую они могут... Могут они искренне верить в свою правоту. Могут они думать так, хорошо, я не прав, но тот, вторая сторона, еще больше не прав. И могут они доказывать свою правоту какими-то нечестными методами. В общем, говорит царь Соломон здесь следующее, что если ты можешь договориться с кем-то, и даже договариваться хорошо с помощью гораля. Гораль – это жеребий. Жеребий – это, вот я вам расскажу историю, как Моисей, Машерабену, мудрейший из людей. Как Машерабену, ему Бог сказал, чтобы он выбрал 70 старейших. А было в народе Израиля 12 колен. В каждом колене было, то есть если 12 колен, по 6 человек с каждого колена, это было 72 человека. А Бог сказать выбрать 70 и не сказал кого. А старейшинами могли быть 70, а их 72. И на них на всех опустился дух пророчества, потому что теперь Машерабену говорит, вы знаете, я не могу вам сказать, кого надо исключить. Я не хочу на себя брать такую ответственность. Поэтому давайте делаем гораль, жеребий. Положили 70 бумажечек с именем старейшина, с названием старейшина. И две было пустые. 70 вытащили себе, что они старейшины. Двое они, значит, не попали в это количество людей. И они начали ходить и пророчествовать против Машерабену, там говорится, эти нехорошие вещи. То есть люди все равно обижаются, даже на Машерабену, даже на Моисея, который написано, что после всех этих чудес, что народ Израиля, когда переходил в море, написано, и поверили они в Ашема убы Моша Авдо, и в Моше его раба, его служителя. То есть они видели, что Моше это пророк из пророков. И тем не менее, против Машерабену, против Машерабену Корах, который был тоже, переходил в море и все, он восстал, и вместе с ним еще 250 человек восстали. То есть мы видим, что вот это вот желание спорить, судиться, бороться, оно присутствует даже у царников, даже у праведников, даже у близких людей, даже мужья и жены, даже компаньоны, тем более компаньоны, партнеры. Даже братья и так далее. То есть у каждого есть своя точка зрения. Теперь нам царь самому говорит хороший, прекрасный совет. Он говорит так. Значит, первое. Цадик, еще раз, 17-й отрывок. Праведник первый в своей ссоре, ему так кажется. Но придет второй, и начнется качели, начнутся качели. Поэтому, 18-й отрывок, суды, распри, остановят жеребий, поставят на Всевышнего, то есть бросают жеребий. И, значит, распри остановит жеребий, и между сильными он разделит. То есть он предлагает нам метод решать какие-то вопросы, жеребием положиться на Всевышнего. И 19-й отрывок, он заканчивает вот эту вот историю с судами. Написано так в 19-м отрывке. Ах, Невша, Метериат, Ос. У, Умедяним, Тебриах, Армон. Значит, Ах, Невша, Метериат, Ос. Значит, написано, брат Асу, Невша, это который, Пэша это преступление, то есть, допустим, кто-то сделал какое-то преступление. Брат. И на него все, значит, начали на него нападать. И он становится, написано, неприступнее крепкого города, как Кириат Узо. Умедяним и Соры, они как затворы дворца, кибриах Армон. То есть, когда человек, он на других амбижен, даже на братьях, даже на, представьте, там, мужья-жены, сколько сейчас разводов, сколько сейчас семей распадается и так далее. То есть, сейчас-то уже ладно, мы живем более-менее такое нормальное, доброе время. Во времена царя Соломона, царь Соломон, когда он стал царем, 12 лет, его до этого хотели уже убить. То есть, когда был у него старший брат, Адонияу, который, царь Давид уже был тогда пожилой, и он плохо себя уже чувствовал, он почти не выходил из дворца. А Адонияу, родной брат царя Соломона, он себя уже объявил царем. Он ездил с колесницами, с 50 охранниками. И он собрал всех братьев, всех братьев, таких вельможей разных, собрал он их в месте, где обычно короновали царей. И, значит, он хотел уже себя короновать. В это время пророк Натан, которого туда не позвали, Солома Мелыха туда не позвали, маму его туда не позвали, еще нескольких из окружения царя Давида, старую гвардию, туда не позвали на коронацию. И приходит пророк Натан, приходит он к Батшеве, и говорит, ты знаешь, говорит, что сейчас Адонияу он себя коронует, и все, говорит, убьют тебя и твоего сыночка царя Соломона, не царя Соломона, а твоего сыночка Шлома убьют, так сказал пророк Натан. И говорит, иди к царю Давиду, и напоминай ему о его обещании. Царь Давид в Батшеве обещал, что после него царем станет Шлома Мелых. И заходит Батшева, заходит она к царю Давиду, и говорит, это все из Танаха, из Танаха все это можно прочитать. И она ему говорит, помнишь, ты мне клялся, что будет сын наш Шлома, он будет царем после тебя. Он говорит, помню. Она говорит, ну а что ж тогда, сейчас Адонияу он себя коронует. Царь Давид говорит, как это он без моего разрешения себя коронует. И значит он выводит и устраивает тут же коронацию, и делает при жизни царем Шлома Мелыха. Теперь Адонияу, он готовит восстание, и он готовит хитро там и так далее. И Шлома Мелых, он казнил Адонияу, и значит пришлось казнить его, потому что тот восставал против царя. В то время, если мы почитаем истории царских династий, каждое второе поколение родственники вырезали всю династию предыдущих братьев, сестер, царей, дядей, тетей. Помните, был фильм такой, там где Леонов играл царя, Леонов играл царя, не формула любви, обыкновенное чудо. И как Леонов, который играл царя, и он рассказывал про свою семью. Вот это обычная семейная история даже у царей. Поэтому давайте еще раз для себя, какой можно сделать вывод. Значит, первое, лучше не судиться ни с кем, то есть ни с ближними, ни с дальними, ни в судах, ни не в судах. Потому что в суде ты никогда не знаешь, куда этот суд заведет. Каждая сторона качает, готовится, нанимает свидетелей, лже-свидетелей и так далее. То есть, когда люди идут судиться, это как они идут воевать. Это первое, что отсюда понятно. Второе, понятно, что если есть возможность до суда решить дело с помощью гораля, жребия, то это хорошее решение, потому что вы отдаете ситуацию, как бы пусть Бог рассудит, как правильно поступить. Третье, что озлобившийся брат, он как становится, как неприступный город и ссоры подобны затворам дворца. То есть, горы, когда люди, даже родственники, они вступают в конфликт, то это, конечно, становится, как военные действия. Лучше, не дай Бог, до этого не доходить и строить свою жизнь, чтобы было максимально без суда. И в заключение хочу вспомнить, мы учили когда-то Пертьявод. Пертьявод мы учили в первой главе Иуда бен Табай и Шимон бен Шатах, были такие великие мудрецы. Иуда бен Табай, он говорил следующее. Не делай себя как адвокаты. Есть такие люди, которые встреют в ссоры, которые не их. То есть, они начинают... Вот это тоже страшная такая вещь, когда люди начинают влазить и раздувать конфликты, раздувать скандалы. Это очень часто потом против них оборачивается. И говорил нам еще Иуда бен Табай, что не делай себя как адвокаты, которые заинтересованы в раздувании ссор. И когда будут судящиеся стоять перед тобой, шию бенеха кэр и шаим. Чтобы они были в твоих глазах как злодеи. Потому что, когда люди судятся, они становятся оба в позицию как злодеи. И когда они уходят от тебя, пусть будут в твоих глазах как праведники, если приняли на себя суд Торы. То есть, самый идеальный вариант, когда люди идут в раввинский суд, в котором независимый раввин, он выносит решение по Торе. Это идеальный вариант. Теперь, а как себя вести? Вот я сейчас вспомню одну историю. Значит, когда-то был такой хозей из Люблина. Такой был великий мудрец в Люблине, видно по его имени. И поссорились два других великих раввина. Хасидские дворы, они иногда прям ссорятся между собой. И пришли к нему люди и говорят, скажите, кто из них прав? Вы за кого? За того или за того? Хозей из Люблина говорит, а кто судится? Великий раввин такой-то с великим раввином таким-то? Ему говорят, да. Он говорит, вы знаете, я вам расскажу историю. Как-то лев с утра гулял по лесу. И он схватил волка. У него было плохое настроение. И значит, волку он говорит, дыхнул на него, говорит, есть у меня изо рта, из пасти воняет, запах есть плохой? Волк говорит, есть. Лев его взял, голову ему оторвал, говорит, ты что, говорит, льва не уважаешь? Как ты мог так сказать, значит? И волка убил. Хватает он зайца, говорит, есть у меня запах изо рта. Зайца такой понюхал, говорит, есть, земляникой пахнет, говорит, земляникой. И вот духами, не помню какими, но вот именно прям шикарный запах, райский просто. Волк говорит, не волк этот, лев говорит, а ты сволочь, говорит, ты меня обманывать будешь? Вот так вот в лицо прям, ты врать не будешь? И тоже зайцу голову оторвал. Хватает он лисицу. И говорит лисице, есть запах или нет? Лисица говорит, говорит, не знаю, у меня уже две недели, говорит, две недели насморк, вообще запахов не чувствую, никаких. И значит, лисицу он отпустил. Сказал хозе излюблено этим, что говорит, я не хочу влазить в этот спор. Два великих раввина, у каждого есть свои какие-то точки зрения, я не буду на себя брать, ни они ко мне обратились. Не хочу я влазить, то есть зачем мне влазить в ссору, которая не моя. И если бы я мог их помирить, тогда да, мы противот учились, что будь и как ученики Аарона. Какие были ученики Аарона? Уэв шалом, люби шалом, рудэв шалом, гони за шаломом. Уэв это бреет, люби создание, люби бреет. Создание это даже, которое бреет, это не самая низшая ступень, а не просто создание, просто они люди, живые люди. Вэмми карманми Тора и приближай их к Торе. Старайся их приблизить к духовности, к Торе, дадим правильную систему координат, пускай они сами разбираются. И вот это вот та позиция, которой мы с вами должны стараться придерживаться, не ссориться, никого не осуждать. А сур мира, отодвинься от зла в осетов. И делай добро, строй себя, учи Тору, делай добрые дела, делай заповеди. Молись за то, чтобы все злодеи справились, молись за то, чтобы люди были добрые, хорошие. И Бог в своем мире разберется, положись на Бога, что Он точно знает, что делает. И мир двигается в правильном направлении. То есть мы можем быть спокойны, поезд едет и мы можем не переживать. Все, удачи, успехов, всем прекрасного, хорошего дня. Напишите, пожалуйста, свои выводы и поделитесь своими выводами с друзьями. Мы увеличиваем, вот наш сейчас свет, платформа ВАИКРА развивается, у нас много новых преподавателей. Я вас приглашаю смотреть разные другие уроки, у нас есть целый день, сейчас почти идут прямые эфиры. На портале ВАИКРА есть статьи преподавателей Торы, можно посмотреть старые уроки, то есть Тора. Если Торой заполнить свой внутренний мир, будет счастье, любовь, успех, здоровье, будет все. Всем удачи, успехов, счастливо, всем хорошего дня.